Нижний Новгород Нижний Новгород Нижний Новгород Нижний Новгород Нижний Новгород процессе, вот для меня, например, как для художника, даже не окончательное изготовление или прорисовка этой стены. Самое главное, все-таки, о чем мы сегодня, наверное, будем говорить, это о том, как к нам поступают материалы, о том, что мы призываем всех людей, всех нижегородцев присылать нам на сайт, в основном в электронном виде к нам приходят материалы, причем не только участников войны, не только людей в военной форме. Все-таки Нижний был очень важным тыловым городом, где чрезвычайно много делалось для обороны, городом уникальным, и мы просим присылать, и нам уже присылают фотографии тыловой работы. Это люди у станков. Прислали эвакуации во время бомбежки, сделаны фотографии на автозаводе. Вот такие уникальные вещи. То есть у нижегородцев фотклик есть на самом-то деле, да? Несомненно, да. И сколько нужно фотографий насобирать, чтобы вот это полотно, оно получилось? Большое же получается, и высота 5 метров, и длина 25, это что-то потрясающее. Мы планируем, что если вот реально включатся наши жители, это, конечно, будет несколько тысяч, несколько десятков тысяч фотографий. Я хочу рассказать, вот, во-первых, о том, что сейчас все активнее включаются школьники, подростки. Вот для нас это очень важно, потому что, к сожалению, конечно, ситуация и в образовании, в нашей культуре сейчас сложилась такая, что дети практически не знают войну. И вот то, ради чего в частности мы затевали этот проект, это поднять интерес наших детей к истории нашей страны через обращение к истории собственных семей. И дети начинают общаться с родителями, начинают искать фотографии в своих школьных, в своих семейных альбомах, присылают их к нам. То есть это действительно их инициатива, то есть дети сами это делают? Нет, ну... Не с подачи родителей, я имею в виду, нет? Вы знаете, зачастую, вот у меня была встреча в 101-й школе Ленинского района. Там, поскольку мы уже один подобный проект делали два года назад, я точно могу говорить о том, что зачастую сами дети приходят к родителям и просят рассказать о том, что было в их семьях. Это такой, знаете, двухсторонний процесс. Где-то инициатива идёт от учителей и родителей. У меня тогда такой вопрос. Неужели родители не задумывались о том, что нужно было сделать раньше, рассказать? Наверное, это тоже проблема. Вы знаете, это бывает. Далеко не во всех семьях вот этот диалог с детьми всё-таки существует, это, к сожалению. И когда ребёнок приходит, я задаю два вопроса. А кто был дед? Кто был прадед? Вот я даже по своей семье могу судить, ну, я несколько старший, вот. И я, конечно, застал своего деда, фронтовика. Я его наблюдал, ну, это было в Самаре. И вы знаете, когда мы выходили на Волгу, на пляж, я вдруг видел, что он весь изранен. У него просто вот куски мяса вырваны из тела. Вот. Я должен сказать, что я, будучи ребёнком, не разговаривал с ним о войне. Он сам никогда не рассказывал. Он вернулся инвалидом, он воевал всю войну, с орденами перешёл. И я очень жалею, что диалога не было, потому что и ему было тяжело об этом говорить, а мне, ну, видимо, вот тогда это было неинтересно. То есть вот то, что в семьях вот такие разговоры зачастую отсутствуют, это понятно. Вот. И мы хотим как раз вот интерес таким образом проявить не лозунгами, не патриотическими призывами, а просто разговором в семье. Ну, мы перед эфиром с вами общались и знаем о том, что у вас недавно прошла встреча специальная с директорами некоторых школ. Я очень благодарен Елене Ефимовне Дэйч, руководителю управления образованием Ленинского района. Она мне организовала встречу с директорами всех школ Ленинского района. Вот. Мы поговорили, я рассказывал о проекте. И вот сейчас стали поступать... Вот я просто захватил распечатку то, что пришло в последние два дня. Это школа 182 Ленинского района. Прислали фотографии. Фотографии интересные и подписи к ним, то есть те комментарии, которые... А наш сайт позволяет собирать не только фотографии, но и текстовый материал. Вот. Во-первых, присылают... Вот я смотрю здесь и мальчик из седьмого класса, девочка из девятого класса, рассказывает о своих родных и близких, о тех, кто... Вот девочка прислала информацию о Кукушкиной, Нине Николаевне, которая ушла на фронт в 19-летнем возрасте. И пишет о том, как она воевала, вот эта женщина, вот эта девушка, как она санитаркой прошла всю войну, участвовала в Сталинградской битве и так далее, и так далее. Очень подробный, очень интересный рассказ. Рассказ о Щербакове Алексея Ивановича, который ушел на фронт из девятого класса Богородской школы в Арнайонском районе. Ну, я так понимаю, что к этим рассказам еще прилагаются некоторые фотографии. Так именно, что эти рассказы сопровождают фотографии, и там потрясающие лица, лица интереснейшие. А еще я хочу, вот, наверное, нашим слушателям будет интересно, все-таки во многом это интернет-проект, потому что фотографии мы получаем в электронном виде. А вот как бы тем, кто интернетом не пользуется, это в основном, конечно, старшее поколение, для которых проблема отсканировать фотографии, как быть. Вот в этом... Для этого мы специально предлагаем следующий вариант. Мы договорились с руководством фотоцентра «Фотопро Волга», который находится на Пескунова-9. И вот буквально сейчас, когда я шел к вам в эфир, я зашел туда, взял отсканированные файлы, то есть там просто помогают, причем туда приходят сейчас в основном пожилые люди, приносят рассказы, сопровождающие фотографии. Вот здесь женщина принесла совершенно замечательные фотографии и пишет, вот листочек, причем видно, что это очень пожилой человек написал, пишет о Константинове Алексея Алексеевича. Это супруг, который родился 5 августа 1929 года. И вот здесь, буквально на вот этих двух страничках, с дрожащим почерком, вся человеческая судьба. И приложены фотографии. Ну, мне кажется, благодарное дело, да? И я даже в этом не сомневаюсь и уверен, что обязательно этот памятник мы увидим, Игорь Анатольевич. Мне кажется, мы можем даже к нашим слушателям обратиться, чтобы они прислали, возможно, в электронном виде, возможно, принесли. Может быть, даже изначально к нам, на Большую Печорскую 33. Возможно, Игорь Анатольевич сейчас подскажет, куда еще. Значит, есть сайт, который очень хорошо сделан, профессионально. Сайт Нижегородской социальной сети. social-nn.ru Ну, наверное... Название простое, да? Очень простое. Вот. Там очень подробно, очень легко описано, как присылать фотографии. На первой страничке, буквально из нескольких строчек, инструкция. Достаточно на этом сайте зарегистрироваться и дальше прислать фотографии. Можно посмотреть уже присланные фотографии, посмотреть рассказы. Я, кстати, призываю присылать не просто фото, но и описание к ним, чтобы люди не просто видели лица, а знали вот эти удивительные судьбы, которые были. А в результате мы с вами получим действительно подлинно народный памятник, когда можно будет взять своего сына, подвезти за руку к памятнику, стоящему на берегу Волги, показать лицо и сказать, вот это твой прадед, он Родину защищал. Игорь Анатольевич, а стало ли уже известно, из какого материала будет созданность на памяти, чтобы она не разрушилась в первый год? Значит, естественно, этот вопрос чисто технологический. Он возник с самого начала, потому что я-то вообще-то работаю в технике выклеивания. Я делаю аппликации. Кстати говоря, панно «Наша победа», которое является прообразом вот этой стены памяти, с сегодняшнего дня, оно выставлено в областной библиотеке имени Ленина на Варварке. Можно просто прийти и посмотреть, как это выглядит. Вот. А основное, то есть сам памятник будет сделан, конечно, из современных материалов. У нас есть технологии, в Нижнем Новгороде есть технологии, которые позволяют нанести изображение фотокачества на специальные материалы, легкие. Это не гранит, конечно. Именно, подчёркиваю, изображение фотографического качества, изображение практически вечное, не подвластное ни ультрафиолету, не выгорает ни перепадам температур, и которое очень трудно физически повредить. Даже если на эту стену нанести краску, ну, у нас всё может быть, да? Ну, вот, надо закладываться на худшие, скажем так, варианты. Даже если наносит краска из баллончика, она просто смывается. Любым растворителем изображения ничего не делается. То есть это вещи, которые мы предусматриваем с самого начала. Ну, это действительно очень важно. Ну, что ж, время нашего эфира, к сожалению, очень ограничено. Может быть, не все темы, которые планировали, мы успели обсудить, но так или иначе, Игорь Анатольевич, спасибо за то, что делаете. Уверен, что... Стена памяти останется в памяти многих нижегородцев. Это мы увидим, обязательно. Ещё раз, уважаемые радиослушатели, если у вас есть фотографии военного времени ваших родных, то можно приносить их сюда, к нам, на Большую Печорскую, 33 мы обязательно передадим Игоря Анатольевича. Либо заходите на сайт социал.ru и там в электронном виде всё передать. Адрес простой, я думаю, запомнит о каждой. Игорь Анатольевич, спасибо, что пришли. Спасибо вам большое. В гостях у нас был член Союза дизайнеров России, фотохудожник Игорь Пшеницын, человек, который придумал эту идею создания стены памяти и, наверное, её идейный вдохновитель и создатель. Буквально через секунду о том, что происходит на дорогах Нижнего, тоже важная информация. Нижний Новгород. Движение.